Всем привет! Я часто делаю заказы на Алиэкспресс, в основном это товары для ногтей. И сегодня я решила поделиться с вами своими находками, которыми я пользуюсь очень часто и которыми я осталась довольна. Некоторые из них я уже заказывала повторно, а некоторые я планирую заказать в будущем. И первыми покажу два вида типс. Вот в этой упаковке 50 штук. Такие типсы вы наверное часто видите в моих видео, так как я снимаю видео уроки именно на них. В наборе идет такое крепление, на которое помещаются все типсы. Можно так хранить свои дизайны, а можно так упорядочить свои гель-лаки, выкрасив типсы в соответствующий цвет. А на палочку приклеить листик с названием и номером гель-лака. С маленькими типсами все проще. Их можно выкрасить также в цвет гель-лака и надевать на крышечку флакончика. Они сделаны в виде колечка, легко и быстро снимаются. В следующем покажу кольцо-палитру. У него регулируется размер кольца. Тоже довольно часто его использую. Если рисовать дизайн само себе, то можно надевать его вот так. А если рисовать что-то клиенту, то удобнее надеть на большой палец левой руки и в эту же руку взять руку клиента. Так удобнее рисовать, чем с обычной палитрой, так как кольцо ближе к руке. Единственное, если у вас кольцо под наклоном, то получится рисовать только гель-краской, так как гель-лак может растекаться по палитре. Еще у меня есть довольно интересная штука. Это корректор для маникюра. С его помощью можно легко убрать какие-то подтеки. Если вы пользуетесь обычным лаком, то стержень нужно смочить ацетоном. А если вы пользуетесь гель-лаками, то его нужно смочить жидкостью для снятия липкости. В наборе идет три таких корректора, а в крышечке находится еще несколько запасных стержней. Еще самая дешевая моя покупка, но одна из самых необходимых, карандаш для страз. У этого карандаша восковой стержень, и он с легкостью захватывает стразы и бульонки, и также с легкостью отдает их на поверхность ноготка. Еще одна моя любимница такисть для рисования вензелей и тонких линий. У нее очень красивая ручка, а также имеется колпачок. У меня была такая же кисть черного цвета, но она шла без колпачка, а просто с защитной пластмасской. Она у меня, конечно же, потерялась, и, видимо, я неправильно положила кисть в пенал, так как ворс примялся. Поэтому в этот раз я заказала такую кисть с колпачком. Так она точно прослужит мне долго. И последний, немного спорный товар, это безворсовые салфетки. В упаковке их 900 штук, и цена получается очень бюджетная в сравнении, если заказывать подобные салфетки в наших интернет-магазинах. Перед покупкой я читала отзывы на данные салфетки, и многие возмущались, что салфетки имеют ворсинки. Да, салфетки действительно имеют ворс, но чтобы его вырвать, так сказать, нужно приложить большие усилия. К тому же этот ворс будет размером от 1 см, то есть это не те ворсинки, которые имеются, например, на ватных дисках. И я уже использовала больше 100 штук, и ни разу у меня не оставались ворсинки на покрытии. Поэтому мне они очень нравятся, и когда эти закончатся, я закажу себе еще. Ссылки на товары, которые я показывала в видео, я оставлю в описании. Это были мои самые полезные покупки с Алиэкспресс. Напишите мне в комментариях, хотите ли вы, чтобы я еще снимала подобное видео, так как у меня есть еще интересные штуки для дизайна. А также мне будет интересно узнать о ваших самых удачных покупках для ногтей с этого сайта. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!